Можно вспомнить один анекдот и слегка видоизменив применить к ситуации в Беларуси. Один сотрудник другому говорит, я сегодня имел жесткую беседу с директором, требовал, чтобы он повысил мне зарплату, иначе я уволюсь. И что? Мы достигли компромисса. Он не повышает мне зарплату, а я не увольняюсь. Количество митингов в Беларуси уже приближается к книге рекордов Гиннесса, как и количество дней этих, ну как помножить вот это вот количество людей на количество дней. Возможно, это будет самый массовый вариант вот таких вот человека дней. Разумеется, зная характер авторитарного правителя, трудно предположить, что первое, что ему приходит на ум, это сбежать. Вот. Или искать компромисс, задабривать, уговаривать, подлизываться. Максимум, на что в таких случаях люди способны, в такой ситуации такие люди, это что-то пообещать, не обязательно потом выполнить. Но обычно все-таки речь идет о том, что существует некое представление о том, что государство – это аппарат насилия, и у него есть право на это насилие. В средние века исключительно для рыцарского сословия было еще право на восстание против короля. Так сказать, закон, допускающий подобные действия. Но в других обществах такие вещи, как правило, незаконны. И вот опираясь на то, что любые действия, не прописанные в законе, незаконны, применяется подавление. Еще одно обстоятельство, которое предполагает, что Беларусь выйдет в рекордсмены, в книгу «Рекорд Геннессов» – это, так сказать, огромное количество находок, которые можно назвать политтехнологиями. То есть, если, допустим, на пути массового шествия оказываются ряды силовиков, то вот можно, как говорится, рассосаться и снова собраться в другом месте. Или перетечь, или выпустить вперед женщин, или пустить одних женщин, в расчете на то, что вот против женщин не будут применяться жесткие меры, или, по крайней мере, потом, значит, вот этот вот писк и виск можно будет поставить в вину. Взывая к разуму обеих сторон, значит, увесевая, или просто моля Бога, чтобы это дело не нарастало в плане взаимного насилия, чтобы не применялись серьезные средства подавления, ведущие к увечьям и смертям. Для этого действительно нужен компромисс. А именно, Лукашенко не уходит, а шествия прекращаются. Что взамен? Типа, взять и, как говорится, принять как данность? Не обязательно. Впечатление, значит, самое яркое. Значит, протест, как говорится, зафиксирован. Надо искать такую форму, которая не ведет к нарастанию насилия, к эскалации подавления. Нужно договариваться. Если же, значит, вопрос ставится ребром на попа, что Лукашенко не будет договариваться, значит, не надо предлагать тот вариант договора, о котором я уже говорил в других видео, я как автор книги под названием «Антилохия», значит, то есть, как не быть лохом и не держать других за лохов, значит, называется «С выставлением предварительных условий». Это не очень хорошее начало переговоров. И совсем плохое, притворное, значит, ведение приговоров, когда называется «С выставлением заведомо неприемлемых условий». Значит, переговоры нужно начинать с нуля, вот, и четко обозначить и опубликовать, в интернете вывесить. В чем суть претензий? Просто уходи, это несерьезно. Это все должны понимать и, скорее всего, понимают. И если упрямятся, то только потому, что можно предположить, что программка уж очень такая, что за голову схватятся многие из тех, которые сейчас поддерживают. Разумеется, если глубокая интеграция с Россией – это печальный исход, значит, для независимой страны, то глубокая интеграция с Польшей и Литвой – это дело, так сказать, рискованное, длительное и неторопливое. Значит, разумеется, поскольку Беларусь, что, впрочем, правильнее говорить, Литвины, Литва, историческая Литва, Великое княжество Литовское, в союзе с Польшей находилось свыше 400 лет, сначала в виде уни, объединения двух государств, потому что литовский князь Егайло женился на принцессе польской, но она одновременно была там, так сказать, в королевстве Венгрии, там, ряде других, тоже представлена как правительница. Значит, и егелоны правились общим государством. Потом они вовсе объединились в единое целое под названием Речь Посполитая в самом конце XVI века. В составе Российской империи, значит, часть Беларуси пробыла гораздо меньше, вот, а, значит, после Первой мировой войны, значит, образовалось новое государство, Вторая Речь Посполитая, Республика Польша. Восточная Беларусь пробыла в составе Советского Союза, столько, сколько он существовал. А западная часть только с того момента, как была оккупирована в 1939 году, то есть этот срок еще меньше. Поэтому, как говорится, с Польшей и Литвой роднит гораздо большее количество лет, психологических черт и многих других аспектов жизни. Как бы беларусы не совсем русские, хотя говорят по-русски и, как говорится, считаются своими в доску. Но это не совсем так. Но в любом случае переговоры нужны.